Всем добрый день! В этом видео я расскажу, какие бывают порядки у драгоценных камней. Как эти же драгоценные камни именуются на Западе, что говорит об этом наш российский закон. Кроме этого, особые условия для драгоценных камней первого порядка и что, соответственно, с ними нельзя делать. В России существует несколько классификаций. Одна из самых старых, которые пользовались достаточно часто, это Баура Ферсмана. Принята она была в начале 20 века. Она существенно неточная и на сегодняшний день ориентироваться именно на эту классификацию, вероятно, не стоит. Более точная классификация была сделана Киевленко, профессором Киевленко в свое время еще в 70-х годах. В нее вошли уже многие камни, но не все современные, в том числе открытые в 20 веке. И она, конечно, представляет более полный вариант картины. Именно про нее я, собственно, и расскажу. Согласно классификации Киевленко все драгоценные камни делятся на три большие группы. Это, собственно, сами драгоценные камни, ювелирные камни и подделочные камни. Группа подделочных камней. При этом у драгоценных камней 4 порядка, а у ювелирных камней 2 порядка. Ну и подделочные это одна большая группа. Так вот, к первому порядку драгоценных камней относятся 4 основных камня. Это природный алмаз, рубин, изумруд, синий сапфир. Второй порядок это александрит, благородный жадеид, оранжевый, фиолетовый, зеленый сапфиры. Ну, так называемая группа цветных сапфиров. Благородный черный опал. Третий порядок демонтоид, благородная шпинель, благородный белый и огненный опал, аквамарин, топаз, родолит. Это у нас розово-малиновый гранат, как мы знаем. Лунный камень, адуляр, красный турмалин. И четвертый порядок это все остальные турмалины. Благородный сподумен, а именно кунцит, гидонит, циркон. Далее большая группа берилов. Зеленые, золотистые, розовые и так далее. Бесцветные, бирюзы, хризолиты, аметисты, хризопразы. Группа гранатов, пиропы, альмандины и так далее. Цитрины. Здесь, конечно же, нет камней, которые были обнаружены во второй половине 20 века. Например, таких камней, как танзанит. Если оценивать по рыночной стоимости, то, собственно, танзанит мог бы спокойно занимать статус драгоценного камня первого порядка. Если по ювелирным свойствам, то, вероятно, второго порядка. Но, опять же, это деление весьма условное. Как, собственно говоря, и любая классификация не является на 100% гарантией деления драгоценных камней. Ювелирные камни подразделяются на два порядка. Первый порядок это раухтапаз, дымчатый кварц, гематит, янтарь, горный хрусталь, жидеид, но не благородный, а других сортов, нефрит, лазурит, малахит, авантюрин. Второй порядок это агаты, цветной холцидон, кахалонги, амазониты, радониты, розовый кварц, обсидиан, обыкновенный опал, лабрадор, беломорит, то есть группа полевых шпатов ювелирного качества и резирующих, так называемые резирующие полевые шпаты. И, наконец, третья большая группа, группа поделочных камней. Туда относятся яшма, мраморный оник, гагат, селенит, флюорит, кварцит и даже вплоть до мрамора. На западе нет деления драгоценных камней на порядки, то есть первый, второй, третий, четвертый порядок, как у нас здесь в России. И все абсолютно камни драгоценные называются гемстон или гемс, что, собственно, и означает драгоценные камни. То есть это камни, которые имеют ювелирные свойства, их можно огранять и использовать в ювелирном деле. Возникла такая ситуация, что ранее все драгоценные камни, начиная с третьего порядка, то есть третьего, четвертого, а иногда даже начиная со второго порядка, условно называли полудрагами, полудрагоценными камнями. На самом деле это абсолютно неверное выражение, мировое сообщество его не принимает, ни один драгоценный камень не может называться полудрагоценным за счет того, что это принижает его ценность и стоимость. Наш закон Российской Федерации упоминает непосредственно только драгоценные камни первого порядка. Других драгоценных камней они нигде не фигурируют и никак не проявляются. А именно, в федеральном законе 26 марта 1998 года, закон номер 41, информация рассказана о драгоценных камнях первого порядка. Во-первых, дано понимание того, что это за камни, а во-вторых, что он отлежит и возможно с ними делать или не делать. Так вот, согласно этого закона, поправки к которому были приняты еще в четвертом, в пятом году, к драгоценным камням относятся следующие камни. Это природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг в сыром и обработанном виде. И даже могут к драгоценным камням быть приравнены очень крупные янтарные образования. Но опять же, приравнять эти янтарные образования или не приравнять к драгоценным камням первого порядка решает непосредственно правительство Российской Федерации. Поэтому сказать, это драгоценный камень первого порядка или нет, невозможно без их решения. Касаемо всех остальных драгоценных камней, никаких упоминаний, классификаций и деления закон не приводит. А соответственно, это дает почву для того, чтобы ювелирные сети использовали то самое устаревшее ругательное слово полудрагоценные камни. Согласно данного закона, хранение, продажа, поиск, обнаружение и добыча драгоценных камней первого порядка в природном варианте запрещено. В случае, если нет на этой лицензии от государства. Итак, что же получается? Получается, что если брать российскую систему оценки, то российский закон признает драгоценными только пять камней, драгоценные камни первого порядка. Далее, по остальным камням никакой информации в законе не отведено, ни в этом, ни в каких-либо других. Максимально удобная и понятная классификация драгоценных камней, которая более-менее соответствует реальности, это классификация Киевленко. Она составлена на основании классификации Ферсмана, плюс с учетом рыночной стоимости камней. Но опять же, она не полная. На Западе все драгоценные камни называются только драгоценные камни, самоцветы, то есть никоим образом не делятся на порядки. И тем более не употребляется то ругательное слово полудрагоценные камни. Если видео было вам полезным, поделитесь с друзьями и не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч!